добрый день друзья мои находимся в домашней мастерской здесь вход но сейчас не про вход а про то что у меня видео уже было про домашнюю мастерскую она будет кстати вот где-то здесь ссылочка на него а теперь здесь произошли определенные изменения разворачиваюсь на правую сторону был постелен как называется линолеум плюс произошла полностью перестановка появились в данной области реставрированные полки со всякими вещичками на них часть танков была вывезена отсюда и инструментов для того чтобы помещение стало более свободным но достаточно существенные изменения если кто внимательно посмотрит старое видео сейчас с этого ракурса посмотрим стоит в этой комнате запах лука в трех тазиках и даже там два мопеда здесь теперь стоят переходим сюда также здесь постелено линолеумом и произошли другие изменения посмотрите здесь место будет под две кровати то есть это в принципе будет уже живое я в этом участие не принимал как бы в перестановке а все сделал мой отец тут в принципе удивительно ничего нету удивительно заключается в том что ему уже 74 год пошел а он сам притащил этот линолеум передвигал тяжелых станки выносил все сделал сам в 74 года мне это конечно иногда очень поражает потому что дожить до этих лет но мало того что дожить а еще надо бы сохранить себе силы что-то желать что-то делать и работать вот представьте вот эти все станки сначала туда какие-то были вынесены потом тюки затасканы были с тяжелым линолеумом все это расстелено все делал 1774 год пошел меня это больше всего удивляет тут иногда в мои-то года лень что-то сделать какая домашняя мастерская будет вот эту часть надо убрать циклей старую краску плюс еще покрасить потом а почему здесь вид не очень хороший раньше это было наружная сторона то есть вот этого помещения всего не было а было ли что помещение ну а здесь мы с отцом достроили вот это помещение покупали простую доску на циркулярки делали из него вагонку между сыпали опилки какой-то еще утеплили я уже забыл или только опилки да только опилки и потом обшили вагонкой внутри но это вагонка я вам врать не буду она уже покупная такая а вот снаружи мы делали вагонку то есть пазы соответствующие чтобы доска на доску накладывалась а вот это внутренняя вагонка уже купленная доска телевизор какой у меня кстати на него есть обзор рукомойник посмотрите это фонари раньше такие были полностью вот это хотим помещение чтобы было в планах у отца жилое сделать эти чтобы можно было иногда сейчас осяду поясню свою мысль иногда знаете охота имеет такое помещение как вам это сказать спартанской обстановки вот кто живет я помню был на югах многие в своих домах жили где мы останавливались приморской ахтарск кажется или ахтари или это без разницы не помню и там допустим дома у него был еще такой флигель он прослужил на корабле каком-то рыболовном мы устанавливались у этой семьи там глава семьи он в возрасте уже был умер у него был такой флигель можно сказать что это на типа летней кухне у него было где он видимо попивал там у него было две койки столик руль висел так уж как его называется штурвала на кораблях якорь такой маленький все иллюминаторы были не окна квадратный иллюминатор и вот охота знаете такое помещение уйти где ты как пожил в спартанских условиях как в деревне понимаете всем охота что-то такое простое потому что мы из земли вышли в земле и окончим это так рассуждение а вот возвращаясь к мастерской подшивки журналов моделист конструктор техника молодежи но это техника молодежи 70-е года здесь очень интересно смотреть открываешь в некоторых номерах в большинстве про загнивающий запад америка скоро развалится ссср будет вечно знакомы это не правда там про всякие достижения которые достижения в 70-х годах я помню читал недавно там рубрика была вокруг свет на типа отовсюду обо всем и про телефон был кнопочный что в японии появились кнопочные телефоны у нас когда дисковые были простые стационарные а там как бы кнопочные это ноу-хау кнопочный телефон кнопочный теперь то какие кнопочные телефоны кругом сотовые ладно вот такая домашняя мастерская будет произошли изменения еще будут происходить ладно всем привет друзьями